Быть заметнее на дороге, чтобы сохранить здоровье и жизнь. Жители Серпухова призвали засветиться. В рамках областного социального раунда сотрудники госавтоинспекции и танцевальный коллектив губернского колледжа на площади, с которой начинается Серпухов, провели флешмоб. Каждый третий наезд на пешехода случается в темное время суток. Об этом свидетельствует официальная статистика аварийности. По мере того, как с наступлением осени световой день сокращается, опасность угодить в эту самую статистику для пешеходов возрастает. Самый очевидный способ минимизировать риски – добавить света. С одной стороны, на пешеходных переходах, с другой – самим пешеходам стать заметнее для водителей. Согласно пункту 4.1 правил дорожного движения, в населенных пунктах пешеходам рекомендуется, а в ненаселенных пунктах пешеходы обязаны иметь светоозвращающие элементы и обеспечивать их видимость водителям. Однако не все знают требования. Выруби свой телефон, чтобы не звонили, или, или, дня три-четыре. Мы прожигаем молодость на высокой скорости, на высокой скорости. В жизни много интересного – открытий, встреч. И чтобы она не прервалась на трагической ноте, не надо рисковать по мелочам. Чтобы не страдали ваши близкие, соблюдайте элементарные правила дорожного движения. Напомнили студентки Губернского колледжа, девчонки танцевального коллектива «Вероника». Есть у тебя вот на куртке отличный предотвращающий элемент. Молодец. А еще, чтобы быть еще заметнее девчонки, выбирайте себе любой браслетик цвета, вручают цветодвращающий браслет. Использовать на одежде можно, на самокатах, сумочках и так далее. А вам памятка. С родителями и юными пешеходами сотрудники госавтоинспекции сначала проводят профилактическую беседу, а потом выручают браслеты, отражающие свет. Выбирай, какой тебе больше нравится. Молодец, смотри, это браслетик. Его можно нацепить. Давай ручку сюда. Десяткам юных пешеходов во время акции были вручены листовки и светоотражающие элементы на одежду. Участники флешмоба напомнили, пешеход в светлой одежде в ближнем свете фар виден за 50 метров, а со световозвращающими элементами на ней за 130. Однако даже имея на одежде светоотражатель, пешеходы, взрослые и дети должны соблюдать все правила безопасного поведения на дороге. Продолжение следует...